Настройка шкалы времени. Создание трехмерной анимации – это интересный, но в то же время трудоемкий процесс. Анимировать в трехмерной сцене можно все, от источников света и камер, до любых объектов и эффектов. Каждая создаваемая в программе анимация будет использовать так называемые ключевые кадры, которые содержат информацию обо всех параметрах анимации. Основной единицей измерения времени при работе в 3ds Max является номер кадра. При обработке анимированной сцены программа рассчитывает изображение каждого кадра поочередно, а затем получает из них видео. Готовая анимация будет выполняться в реальном времени, таким образом перед началом визуализации нам потребуется определить, как связаны время и номер кадра. Для этого нажмем кнопку Time Configuration – настройка шкалы времени, расположенную на панели анимации. В открывшемся диалоговом окне можно увидеть, сколько кадров должно сменяться за одну секунду. По умолчанию их частота соответствует телевизионному стандарту NTSC и равна 30 кадрам в секунду. Задав время от начала и до окончания анимации, мы ограничим диапазон кадров, доступных для редактирования и воспроизведения. Данный диапазон называют активным сегментом времени, и группа переключателей Time Display – Отображение времени – позволит нам выбрать единицы, в которых будет отображаться время на этой шкале. В разделе Playback – Воспроизведение – можно настроить скорость воспроизведения анимации в окнах вида. Настроив временную шкалу требуемым образом, не забываем подтвердить все сделанные изменения нажатием кнопки ОК.